Тротуары не чистят, на улицах скользко, аварийные дома разваливаются, коммунальные службы выполнять свои обязанности не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют, смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. С риском для жизни жители спального района города уже много лет вынуждены добираться до дома по народной опасной тропе. Несколько раз просили сделать тротуар, пусть за наши деньги, но чтобы он здесь был, чтобы мы ходили по-человечески, а не по колено в грязи, в воде, в сугробах. Не пешеходный переход, а голимый лед. Барнаульцы недовольны работой дорожной службы города. На самом пешеходнике были прям бугры. Бугры и машины, когда ехали, их прям заносило на этом участке. Трагический случай может повториться. Барнаульцы жалуются на железобетонные блоки во дворах. На Анатолии ДС-20 была ситуация. Сам мужчина, который еще в советское время установил блок, к нему не могла приехать скоро. Ну, получилась трагическая ситуация. В этом году ледовых горок поубавилось. К ним сейчас повышенные требования безопасности. Но в этом районе дефицит зимних забав дети не испытывают. Самодельная горка у них во дворе. Им пришлось ее накатать. Порой это единственный способ дойти до своего дома. Нормального благоустроенного тротуара здесь просто нет. И спуститься вот с этого косогора практически не представляется возможным. Если мы идем по низу, опять же, мы спуститься не можем. Обращали внимание руководителей ДЭЗа на то, что хотя бы там какие-то элементарные ступеньки. Возможно, перила можно сделать. Это никому не интересно. Ну, вот, допустим, это там яма. Из ямы у нас там торчат арматуры. Народная тропа вместо безопасного благоустроенного тротуара. Довольствоваться ей жителям с монтажников 8 приходится не один год. Чтобы дойти до остановки общественного транспорта, барнаульцам приходится рисковать здоровьем и даже жизнью. Я выхожу и пытаюсь забраться на этот бугорок. Если у меня получается, то я иду дальше на остановку. Там все у нас объекты социальные. У нас там почта, у нас там поликлиника, у нас там магазины, у нас там аптеки. То есть люди у нас все ходят здесь в основном. Если обходить полу, то очень далеко. Крюк. Но дело в том, что и там обойти толком негде. Рискуют и школьники, которые уже давно превратили опасный холм-тротуар в зимнюю забаву. Вот у нас школьный забор. Вот здесь у нас тоже яма. Тут у нас дети с забора прыгали, развлекались. Да прыгаются когда-нибудь. Кто будет отвечать? Цивилизованной, безопасной пешеходной зоной жители просят у своей пророчекомпании ДЭС-1 уже много лет. Причем деньги на счете дома есть. Не меньше 4 миллионов рублей. Этого бы вполне хватило на благоустроенный тротуар, говорят люди. Но обслуживающая организация жильцов не слышит. И администрация района, ему в ДЭС в курсе, что мы несколько раз просили сделать тротуар. Пусть за наши деньги, но чтобы он здесь был, чтобы мы ходили по-человечески, а не по колено в грязи, в воде, в сугробах. А почему они именно здесь отказывают? Ну говорят, что здесь нет пешеходной зоны. Ну а почему ее не сделать, если людям так удобно? Почему ли они ходят здесь постоянно? Ходят. Два садика детей ведут, снизу ведут, с этих домов ведут. Две школы. То есть здесь постоянно люди. Утро, вечер. С работы люди идут. Если школа открыта, через школу здесь намного удобнее. К слову, школьные ворота в 7 вечера закрывают. И с работы люди вынуждены добираться по полосе препятствий. Кстати, как говорят местные, жители освещения здесь тоже нет. Поэтому к своему дому приходится идти на ощупь и молиться, чтобы не упасть. Либо вот здесь мы должны спуститься, либо вот там внизу мы должны спуститься. Я не знаю, как. Почему управляющая компания ДС-1 отказывает людям в безопасной пешеходной зоне, мы попытались выяснить, но в обслуживающей организации разговаривать не захотели. Приемный на телефонный звонок так и не ответили. Железобетонные блоки служат спокойствию жителей. Благодаря им чужие машины во двор не заезжают. Однако эти же конструкции могут привести и к несчастному случаю. Из-за них скорая помощь может элементарно не успеть к пациенту. На Анатолии ДС-2 была ситуация. Сам мужчина, который еще в советское время установил блок, к нему не могла приехать скоро. Получилась трагическая ситуация. Железобетонные блоки, блокирующие проезд, поселились во дворе дома на Анатолии еще в советские времена. Жильцы на общем собрании большинством голосов проголосовали за конструкции. Мол, с ними спокойнее, лишний транспорт во двор не заезжает. Однако их установка угрожает жизни и здоровью, говорят люди. Почему их нужно убирать? А для того, чтобы любой автотранспорт, в том числе, самое главное, чтобы МЧС, скорая помощь, которая вот находится на Анатолии-222, имела возможность спокойно проехать при любой ситуации. Сами жители понимают это, но считают, видимо, что пройти пешком проще, чтобы их вроде как бы не мешали машины. Но не думают о жизни, которая у каждого единственная. Барнаульцы, которые ратуют за безопасность, говорят, что самоделки незаконны. Это подтвердила и специальная проверка. Проверка МЧС, когда приезжали, они зафиксировали факт нарушения всех ближайших домов, в том числе Анатолия-220. Однако железобетонные блоки по-прежнему никто не убирает. Ведь установлены они не только во дворе, но и за домом. А это уже территория города, говорят люди. Теперь эта территория официально в реестре муниципальной собственности города. Они сказали, блок не убирается в связи с тем, что будет травматично для жителей, если поедут машины. И вроде как пешеходной зоны здесь нет. Ну как нет? Такая ширина дороги. И она просто стоит. Вы боитесь, что скоро не доедет? Я боюсь. Я боюсь и за себя, и за друзей, и за людей, которые мне дороги. В комитете по дорожному хозяйству барнаульцам сказали, что обустроить здесь проезд для той же скорой помощи не позволяет ширина. А по поводу дворовой территории в администрации пояснили следующее. В ходе выездов на места установлено, что подъезд к жилым домам для специализированной техники не затруднен. Коммунальные эксперты советуют жильцам, которые все-таки надеются на снос препятствий, обратиться в прокуратуру. Попросить дать правовую оценку той ситуации, которая сложилась и установки такого рода заграждающих устройств, насколько это соответствует закону, соответствует пожарным нормам, нормам, которые возлагают обязанность на обеспечение легкого доступа для карет скорой помощи и так далее и тому подобное. Если дело только в тишине, то вариант вместо блоков установить шлагбаум, но от него многие отказываются, говорит Лариса. Мол, дорого, а ведь умная установка могла бы сэкономить время приезда медиков и в ситуации, где счет идет на секунды, спасти чью-то жизнь. Пешеходный переход напротив Барнаульского лицея выглядит вполне нормально. Его почистили от наледи, а ведь еще на прошлой неделе здесь можно было кататься на коньках. Родители обеспокоены тем, что данный участок дороги очень плохо очищается. Получается, что на данном пешеходном переходе была большая наледь, и дети, и взрослые на этом пешеходнике постоянно падали. Предновогоднее тепло благо, но не для всех. Декабрьская оттепель привела к обледенению тротуаров и пешеходных переходов в городе. Так, часть улицы Попанинцев напротив лицея 122 превратилась в каток. Люди падали, машина заносила. ДТП едва удавалось избежать. До грани было. Я, получается, проехала и там буквально в миллиметре машину развернула на 90 градусов на этом участке дороги. Получается, вот как дождь прошел, помните, да, было? Не помню, в начале декабря. И все, и не чистили абсолютно. То есть, как тут все замерзло потом после морозов, так это все и стояло. На самом пешеходнике были прям бугры. Бугры и машины, когда ехали, их прям заносило на этом участке дороги и прям разворачивало некоторые машины. И тут же шли дети, идут дети. И, получается, и падали дети. Безобразие полное. Налить убрали лишь после огласки СМИ. Анна пожаловалась на недоработку коммунальщиков в социальных сетях. Через пару дней участок почистили. Но родители школьников боятся, что опасное место причесали в рамках разовой акции. Здесь школа, дети. И хотелось бы, чтобы коммунальщики как-то чистили этот участок дороги. Чтобы не было таких ситуаций, чтобы нам за своих детей не было страшно. Когда они переходят по пешеходному переходу дорогу, идут домой. Потому что и тротуары нечищены, лед везде галимый. Ну, а проезжую часть, я думаю, что надо на этом заострить внимание. Кстати, чистят снег и убирают налить коммунальщики плохо вплоть до Красноармейского проспекта, жалуются горожане. Барнаульцы просят дорожные службы пристальнее следить за потенциально опасным и оживленным участком. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала «Толк», пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok